К нашему эфиру присоединяется Иван Ус, кандидат экономических наук, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований. Иван, здравствуйте. Иван, рады приветствовать. Добрый вечер, студия. Добрый вечер, телезрители. Иван, знаем уже на сегодня, что Финляндия закрыла все границы с Российской Федерацией. Связано ли это в том числе и с вот этой историей с обходом санкций? Знаете, в первую очередь это связано с тем, что существует опасение, что будет некая дежавю ситуацией, когда, напомню, Беларусь использовала беженцев из Ближнего Востока, из Африки для того, чтобы наводнить ими Польшу через свою границу. Помятуя эту историю и зная, что протяженность российско-финской границы достаточно большая, собственно, благодаря вступлению Финляндии в НАТО, граница России и НАТО увеличилась в два раза, а финны пытаются максимально обезопасить себя от оплыва этих мигрантов, поэтому, насколько мне известно, там вообще планируется оставить только один пункт пропуска на самом-самом севере, то есть там, где этим самым мигрантам будет еще сложно по климатическим условиям добраться до него. Хотя, в принципе, было бы желание и туда доберутся, но, тем не менее, мы видим, что в отличие, скажем так, от, давайте так, континентальной Европы, Финляндия ощущает на себе определенные риски, которые, скажем так, те же самые риски, которые присутствуют в странах Балтии, поскольку в значительной степени эти страны помогают Украине еще и потому, что они понимают, что они следующие. Финляндия, видя риски, которые исходят из России, и помня прекрасную историю, помня советско-финскую войну, и понимая, что если вот этот империалистический угар в России наступает, то в этом угаре они не только будут захватывать Украину и страну Балтии, они также попробуют и Финляндию захватить, так как все-таки определенные исторические основания они для этого найдут. И видя все эти риски, Финляндия и вступила в НАТО, хотя, подчеркиваю, термин финляндизация десятилетиями означал страну, которая воздерживается от присоединения к военному блоку. И, знаете, была недавно хорошая шутка, что финляндизация в трактовке 2023 года – это максимально быстрый путь страны в НАТО. Если до этого это воздержание от НАТО, то теперь это путь НАТО. И вот, ощущая на себе риски от России, ощущая эти угрозы, Финляндия сейчас старается максимально прикрыть границы. Да, в подводке к сюжету действительно говорилось о том, что есть все еще случаи попадания в России определенных товаров из Европы. Но, к сожалению, надо признать, что первой половине текущего года Европейский Союз, он в тройке основных торговых партнеров России. И это касается не только экспорта на импорту товара. Поскольку есть те, кто помогает обходить санкции Российской Федерации, естественно, вводятся контрмеры. В частности, Еврокомиссия планирует ужесточить санкции в отношении России, запретив покупать через посредников в третьих странах некоторые товары, которые могут использоваться в частности для военного производства. На этом фоне появляется информация о группе стран-членов Европейского Союза, которые как раз настаивают на ослаблении предложений Евросоюза, направленных на борьбу с обходом санкций против России через третьи страны. Теперь возникают несколько сразу резонных вопросов. Во-первых, сколько еще? Каков запас прочности у ЕС? Какие дополнительные санкции в отношении третьих стран могут вводиться сейчас? То есть, насколько действительно Евросоюз способен бороться с обходом санкций? Ну и второй резонный вопрос. А кто же эти страны-члены Европейского Союза, которые как раз хотят бороться с этим процессом борьбы с обходом санкций? Знаете, в первую очередь, это страны, которые все еще зарабатывают на России. Это и Европейские Союзы, причем это не только, возможно, страны, о которых все думают, когда говорят о ЕС России, то есть Венгрия. Это, возможно, и другие страны, та же Греция, чьи корабли и танкеры много перевозят нефти российской, которая, напомню, была категорически против увеличения барьера для цен на российскую нефть. И сейчас, к слову, эта история с барьером, она приобретает год спустя, поскольку, напомню, 5 декабря 2022 года вступил в действие этот барьер. А сейчас эта история обретает новые, скажем так, краски, поскольку сообщение, которое поступило в СМИ еще вчера вечером, о том, что Соединенные Штаты Америки решили заняться вопросом того, как соблюдались эти санкции. Я не исключаю, что, кстати, была определенная договоренность, что год они будут просто наблюдать, и через год, с 5 декабря 2023 года, наблюдение превратится в что-то серьезное. В данном случае уже есть информация о том, что будут судебные, скажем так, иски к тем, кто будет помогать России обходить санкции, и это будет грозить не штрафами, это будет грозить тюремным заключением. То есть поднимается уровень ответственности. Если раньше говорили, что будем штрафовать, сейчас уже прямо говорят, что, наверное, будем не штрафовать, а сажать. И это тоже, кстати, даст определенный эффект и в вопросе соблюдения санкций, и в вопросе их эффективности. Далее. Европейский Союз действительно, несмотря на то, что декларирует политику давления на Россию санкцией, мы видим, что они не готовы к полному торговому эмбарго, о чем неоднократно говорилось на встречах министра финансов Большой Семерки. Вот страны, которые не входят в Европейский Союз Большой Семерки, они как раз говорили, давайте рассмотрим это эмбарго. И страны, которые представляют Европейский Союз Большой Семерки, говорили, нет, давайте все-таки не будем говорить о полном эмбарго. Почему? Потому что все-таки мы видим, как я говорил, перед этим ЕС в тройке основных партнеров. Достаточно серьезные деньги идут как из ЕС в Россию, так и из России в ЕС. Определенные товары все еще поступают в страны ЕС. Даже недавно была информация о том, что Чехия увеличила покупки российского газа, хотя до этого говорила, что мы в России больше не покупаем газ. То есть получается, что вот эта идея, уже извините за, может быть, грубое слово, выпилить Россию из мировой торговли, пока она не проходит, потому что не получается быстро, а, найти заменитель, б, отойти от принципов, что надо больше зарабатывать. К сожалению, данные. Иван, смотрите, есть еще вот такая история. Еврокомиссия одобрила предложение по поводу запрещения, запрета на продажу российских алмазов, и в ближайшее время документ может быть направлен к краинам-членам ЕС. Как думаете, таки это будет одобрено в ближайшие дни? Знаете, тут вопрос к Бельгии, но, в первую очередь, поскольку именно Бельгия, как известно, была против того, чтобы российские алмазы попадали под санкции, и тут логично, потому что, если вы посмотрите, кому конкретно продавала Россия алмазы хотя бы в 2022 году, то там было три основных покупателя. На 1,6 миллионов долларов они шли в Объединенные Арабские Эмираты, на 1,4 в Бельгию и на 1 миллиард в Индию. Собственно, там 4,3 миллиарда – это весь экспорт алмазов. Вот эти три страны, по сути, большую часть этого импорта обеспечили. То есть Бельгия получала много алмазов, там в Антверпене находится одна из ведущих мировых бирж по торговле алмазами, поэтому здесь все логично, что они были против. Но, знаете, сейчас возникает определенное, пока еще аккуратное ощущение того, что в Западной Европе, ведущие страны Западной Европы, они для себя понимают, чем может грозить ситуация, при которой Россия выиграет. И сейчас они более активнее себя начинают вести как в вопросе помощи Украины, так и в устраивании своих политик, ориентированных на эту помощь. Вот недавняя история с блокировкой польских перевозчиков со стороны Германии. Это четкий сигнал Польши, что Западная Европа, назовем ее так, видит прекрасно, что поляки делают на границе с Украиной, что они понимают, чем это может грозить в перспективе, так как экономическое крушение Украины может привести к поражению войне. А поражение Украины войне, как говорят уже прямо, отдельные аналитические структуры в Германии приведет к тому, что они называют временной лаг от 6 до 12 лет, когда Россия нападет на Европейский Союз, и в том числе на Германию. И чтобы не допустить вот этого сценария, надо для, как пишут Петерковы, это немецкие, если я не ошибаюсь, центры исследований в области безопасности, они пишут, что надо, чтобы Украина выиграла эту войну, и в том числе надо, чтобы Украина экономически эту войну выиграла. А когда кто-то создает Украине проблему экономической плоскости, надо давать понять этим кому-то, кто, как мы видим из Европейского Союза, что это вызывает негатив и со стороны их уже партнеров по ЕС. Поэтому вот это изменение политики, которую Германия сейчас демонстрирует, оно также переносится и на отдельные другие страны Европейского Союза, назовем их якорные, то есть ведущие. И это будет позволять и вводить санкции против алмазов, скорее всего, на 12-м пакете мы это увидим. И в перспективе может быть более активное давление на других партнеров по ЕС в области санкций, допустим, противоатомной энергетики, а в перспективе и вовсе отказ от любых углеводородов, которые будут поступать из России, в том числе имею в виду давление на Венгрию. Давай я четко понять, что Венгрия – это страна ЕС. И, как сказал комиссар по расширению ЕС Боррель, Венгрию в ЕС никто не держит. Это уже был первый сигнал того, что ЕС задумывается над сценарием, как, возможно, и в Венгрии вовсе, так сказать, лишить возможности быть страной ЕС, что, безусловно, не в ее интересах. Но это пока, знаете, это пока забегаем вперед, но, тем не менее, мы видим, что все-таки осознание необходимости помогать Украине, скажем так, не только на словах, но и в делах, оно позволяет рассчитывать на то, что будут более смелые решения по поводу санкций, и будет более, скажем так, жесткий ответ тем странам ЕС, которые всячески пытаются ослабить санкции, либо не допустить принятия более сильных новых санкций. Это, безусловно, играет на руку Украины. Иван, спасибо вам большое за такую оптимистичную информацию, которую вы с нами поделились. Иван Уз, кандидат экономических наук, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований. Спасибо. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok